Всем привет, друзья! Вы смотрите еженедельную рубрику Tech Stream Show от видеопорталов Ferrum.com и Androidish Reviews. С вами Дмитрий Стрельчук и сегодня я расскажу вам о самых интересных событиях из мира IT за прошедшую неделю. Начнем с компании Sony, которая допустила утечки информации касаемо ее следующего планшета Xperia Tablet Z2. Стало известно, что планшет получит всю ту же диагональ 10 дюймов, разрешение Full HD и технологию Triluminous. Заключается она в замене белых светодиодов подсветки голубыми, за счет чего цвета становятся более яркими и насыщенными. Также Tablet Z2 получит 3 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенного накопителя и слот для microSD-карт. Сердцем устройства станет Qualcomm Snapdragon 800 с тактовой частотой 2,3 ГГц. В девайсе будут установлены два фотосенсора на 8 и 2 Мп. Емкость аккумулятора составит 6000 мАч, а толщина 6,4 мм. Из коробки девайс будет работать на последней версии Android 4.4 кит-карт. К особенностям планшета можно отнести водонепроницаемый корпус. Дат релиза неизвестно. Возможно, мы увидим устройство уже на МВЦ. Компания HTC опубликовала тизер ее будущего устройства из линейки Desire. Смартфон Desire 8 получит 5,5-дюймовый дисплей с неизвестным разрешением, 13-мегапиксельную камеру и фронтальную 5-мегапиксельную камеру. Корпус гаджета будет выполнен из цветного поликарбоната и иметь два стереодинамика на лицевой части. Сообщается, что презентация новинки состоится уже 24 февраля, но не на МВЦ, а на отдельном мероприятии в Пекине. Я уже неоднократно рассказывал о смартфоне Nokia X под управлением Android. Все слухи подтверждаются и девайс будет представлен в ближайшее время. Возможно, даже на выставке МВЦ. А пока предлагаю вашему вниманию официальное изображение от компании Nokia. Компания Qualcomm серьезно занялась своими умными часами ТОК. На этой неделе пользователи получили обновление ПО, которое принесло массу новых возможностей. Например, добавление трекера активности, отслеживающего перемещения пользователя и его физическую активность. Позже компания открыла SDK для разработчиков. Теперь любой желающий сможет написать приложение для часов. Напомню, что ТОК были представлены в прошлом году. Главной фишкой часов стал экран, выполненный по технологии Merisol, который вместо подсветки использует отраженный свет. Вследствие чего часы получились очень автономными на фоне конкурентов. Компания Huawei запустила в сеть ролик, в котором патролила Apple и сообщила об анонсах новых устройств на МВЦ 2014. Предполагается, что китайский гигант представит Huawei Ascend P7, Ascend D3, новый планшет и умные часы. Фишками устройств станет премиальный дизайн, хорошая автономность и новое поколение модулей 4G LTE. Acer представила тизер, на котором изображен новый смартфон. Все думали, что анонс состоится на МВЦ, но компания решила раскрыть все карты заранее. Девайс получил название Liquid E3 и следующие технические характеристики. Экран 4,7 дюйма с разрешением HD, выполненный по технологии IPS. 13-мегапиксельную камеру, 2-мегапиксельную фронтальную камеру. Отличные автопортреты будут получаться за счет вспышки на передней панели. Также новинка получила 4 ядерный процессор, 1 гигабайт оперативной памяти и Android 4.2.2 с последующим обновлением до 4.4 KitKat. Компания Google разослала всем производителям смартфонов новые правила выпуска аппаратов. В сообщении была затронута довольно наболевшая тема – версия ОС. С февраля Google не будет сертифицировать аппараты со старой версией операционки. У производителя будет ровно 9 месяцев, чтобы выпустить устройство на обновленный ОС. Если эти требования не будут выполнены, то компания не даст доступа к сервисам Google. То есть на устройстве не будет фирменных приложений Google Now, Maps и, конечно же, магазины Google Play. Ну что же, стоит отдать должное Google. Они наконец-то взялись за имидж. Может быть, следующим шагом будет обязательство на обновление. А то сами знаете, как некоторые компании относятся к этому. Компания HTC назначила официальную презентацию, на которой будет представлен долгожданный флагман HTC One 2. Мероприятия пройдут 25 марта в Нью-Йорке и Лондоне одновременно. Напомню, что по многочисленным утечкам смартфон должен получить 5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, 4-ядерный процессор Snapdragon 800 и двойную камеру для высокого качества фото. Также сообщается, что новинка будет работать под управлением Android 4.4 KitKat с фирменным интерфейсом Sets 6-й версии. В прошлом году компания LG представила смартфон LG G2 с функцией Knock On, благодаря которой смартфон можно было разблокировать двойным тапом по экрану. На прошлой неделе состоялся анонс LG G Pro 2. Девайс получил улучшенную функцию под названием Knock Code. Теперь вы сможете заблокировать телефон серии тапов. Пользователь сможет выбрать уже готовые шаблоны или создать что-то для себя. Помимо этого можно выбрать место и область касания. Китайская компания Gioni объявила о том, что самый тонкий смартфон в мире Alive S55 доступен для предзаказа всем желающим. Цена устройства составит 370 долларов США, а заявленная толщина девайса всего 5,5 мм. Что касается спецификаций, то они следующие. 5-дюймовый дисплей с неизвестным до сих пор разрешением, 4-ядерный процессор с тактовой частотой 1,7 ГГц, производитель также неизвестен. 2 ГБ оперативной памяти, 13-мегапиксельная основная камера и 5-мегапиксельная фронтальная. Аккумулятор устройства выглядит очень достойно для столь тонкого гаджета. Емкость составляет 2300 мАч. Производитель намерен начать продажи по всему миру, но чуть позже, предположительно в июне. Остались считанные часы до проведения презентации Unpacked 5 от Samsung. Нам должны показать флагман этого года – Galaxy S5, обновленную линейку умных часов Gear, а также новый процессор Exynos, построенный на 64-битной архитектуре. Сообщается, что процессор оставит позади Apple A7 и обеспечит очень плавную анимацию при разрешении дисплея 2К. На этой неделе компания Facebook расщедрилась и приобрела приложение WhatsApp. Сделка состоится очень скоро. Сумма составит рекордные 16 миллиардов долларов. Да, сумма действительно огромная. Марк Сукерберг заявил, что приложение очень перспективное. А представительство WhatsApp в свою очередь объявило, чтобы пользователи не волновались. Весь функционал сохранится. Напомню, что в 2012 Facebook купили приложение Instagram за миллиард долларов, хотя в команде было всего около 5 человек. Так что щедрости компании точно не занимать. Компания Google назначила дату проведения Google I.O. Напомню, что на ней собираются разработчики и ведутся прямые дискуссии. Как о технологиях в целом, так и о сервисах Google. Иногда нам показывают новые устройства линейки Nexus. Конференция пройдет с 25 по 26 июня в выставочном комплексе Сан-Франциско. Покупка билетов будет осуществляться через лотерею, так как желающих посетить выставку очень много. Так Google случайным образом выберет нужное количество людей. А для простых пользователей на протяжении всего времени будут идти прямые трансляции с места событий. На этом у меня все. Не забывайте подписываться на канал Ethereum.com и Androidish Reviews по ссылкам в описании, а также комментировать это видео. Кстати, следующий выпуск будет полностью посвящен новинкам с выставки Mobile World Congress, которая пройдет на этой неделе с 24 по 27 февраля в Барселоне. Не пропустите! Спасибо за просмотр! Всем удачи!